С остановлением льда на водоемах сотрудники МЧС начали проводить профилактические рейды. Ведь рыбаки уже открыли зимний сезон. Во вторник вместе со спасателями проверять безопасность людей на застывшем карьере отправилась и наша съемочная группа. Как и ожидалось, рыболовы здесь есть. Более того, кроме них на водоеме оказался еще и дрифтер. Любитель экстремальной езды сразу же получил выставление о безопасности. Толщина 25 сантиметров – это уже достаточно. Есть нормативы, что толщина льда должна быть не менее 30 сантиметров. В любом случае, даже мои рекомендации вам на автомобиле, какая бы ни была толщина льда, не выезжать без особой необходимости. Но у Сергея необходимость как раз таки была. Молодой человек профессионально занимается гонками. Дрифтер выехал на лед, чтобы подготовить к соревнованиям новую резину. И в целом, по его мнению, поверхность замерзшего водоема – идеальная площадка для тренировок. В этом сезоне Сергей впервые решился выехать на заледенелый карьер. О том, можно ли это делать, он спросил у местных рыбаков. Ну, я спросил, можно вообще выезжать на машине-то, выдержит машину. Те махнули рукой, посмеялись и говорят, конечно, выдержит. То есть они сами выезжали уже на своих машинах на лед. И я им поверил, выехал. Ну, сначала с опаской как-то. Потом уже, когда покатался часик, уже понял, что лед реально крепкий. Сейчас замерзший водоем выдержал машину Сергея. Но это вовсе не означает, что лед безопасен на 100%. По показателям, его толщина на карьере недостаточная для выезда автомобиля. Безопасная толщина льда при нахождении на нем человека от 10 сантиметров и выше. А про автомобиль, я уже, как сказал, 30 сантиметров желательно. А вот по внешнему виду можно же как-то определить тоже? Толщину льда, конечно же, по внешнему виду нельзя определить. Возможно, определить безопасность этого льда. Если он темно-синего, либо голубого цвета, то он безопасен. Вот этот вот? Да, вот этот вот цвет льда безопасен. Если он белого или желтого цвета, то, соответственно, на такой лед ни в коем случае выходить не рекомендуется. Лед на песочном с каждым днем нарастает все больше. Любителю экстремальной езды сотрудник МЧС посоветовал не рисковать и подождать еще какое-то время, чтобы поверхность водоема окрепла полностью. А лучше вообще не выезжать на карьер. Под толщей снега может скрываться полынья. Кроме того, ледяной покров может быть хоть и толстым, но вместе с этим хрупким. Он может быть 20-30 сантиметров глубиной, но он будет рыхлый, и автомобиль легко провалится. Спасатели предостерегают дрифтеров об опасности. Но возмущены появлением машин на песочном не только они. Дело в том, что материал для строительства ледового городка в центре Копейска берут именно на этом карьере. Устраивая автомобильные заносы, экстремалы портят лед. В прошлом году нам очень сильно попортили наши автомобили, автолюбители дрифта. Буквально сантиметров 15 лед сверху был весь истрескан, весь напрочь. И только внизу прослойка сантиметров 10, на которой все держалось. А в этом году, слава богу, окружили вовремя. Пока на площадку дрифтеры никто не заехал. Надеюсь, что будет все хорошо. Мы уже через 3-4 дня, учитывая, что лед уже где-то порядка 23-24 сантиметра, мы уже начнем резать и возить на фонтан, начинать строительство ледового городка. Вот так неожиданно для нас на карьере участники планового рейда встретили строителей и дрифтеров. Конечно, спасатель рассказал о правилах поведения на льду и тем, и другим. И вот, наконец, очередь получить инструкцию по безопасности дошла и до рыбаков. Ведь изначально мы ехали именно к ним. Сейчас ледяной покров на песочном достаточно крепкий. Людям ходить можно. Но риски все равно есть. Сотрудник МЧС рассказал рыболовам о всех возможных опасностях. В том числе и о том, как себя вести, если провалишься под лед. Ни в коем случае не сдавайтесь. Боритесь до последнего. Пытайтесь выбраться, 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 еще раз выбраться. Как можно шире расставлять руки. Ну и, конечно же, мой вам совет. Вот такой жилетик прикупите. Он не так дорого стоит, как ваша жизнь. Такие рейды по безопасности сотрудники МЧС выполняют регулярно в начале становления льда осенью и когда он сходит весной.